Судя по всему, Нобелевский комитет в этом году выбирал кандидатуры крайне актуальные. Премию мира дали Тунисскому национальному диалоговому квартету. Четырем организациям, которым удалось после же сменовой революции противостоять и угрозе исламизации страны, и Аль-Каиде. И сегодня именно Тунис, где Аль-Каида все еще пытается расшатать обстановку, устроив за прошедший год два громких теракта, остается единственным примером страны, где всходы арабской весны не превратились в зубы дракона. И правительство согласия смогло без помощи военных перехватить инициативу и власть у исламистов. Премию по медицине получили изобретатели лекарств от болезней, которыми страдает полмира. Малярии и тропические лихорадки. Премию по физике за вычисление массы покоя нейтрино. А это сейчас самая актуальная область исследований в новой физике, родившейся после открытия бозона Хиггса. Премию по химии за механизм восстановления ДНК, то есть новые способы борьбы с раком. Моя коллега Екатерина Березовская наблюдала за объявлениями имен лауреатов и разбиралась, кто, где и когда в российских лабораториях готов удивить мир своими разработками. В ее московской квартире собор Василия Блаженного и Тауэрский мост на одной полке. Малиновое варенье по бабушкиному рецепту и английский чай на одном столе. Жизнь с британским акцентом, но дома, в России, откуда уехала 23 года назад, чтобы однажды вернуться с двумя детьми, тремя чемоданами книг, мировым признанием и в звании полного профессора математики в Кембридже. До Натальи Берловой ни одна женщина не занимала эту должность 800 лет. И, наверное, ни одна не решалась быстрее купить билет «Лондон-Москва». Не думала, что будет такая возможность. Мы ее заславили просто. На протяжении моей жизни вдруг здесь возникнут такие проекты. Конечно, такая немножко авантюрная. Взять детей в охапку, под два чемодана, и вот так мы погрузились и прилетели. Как принимало решение, крупнейшему специалисту в области квантовой гидродинамики проще описать уравнение. Возможность сохранить профессорскую позицию в знаменитом Кембридже. Плюс предложение из молодого, но перспективного Сколтеха. Создать свою уникальную лабораторию, аналогов которой не будет в России. Генерировать идеи для учебных программ. Воспитать не одно поколение талантливых физиков и математиков. Для исследователя шанс один на миллион, который упустить не могла. Если сказать, что вот это вот Кембридж, а вот это вот Сколтех, и вот теперь мы их сложили, и теперь на самом деле плюс будет и Кембриджу, и Сколтеху, и в целом это будет лучше для всех. Кажется, вся ее блестящая карьера из этих мучительных вопросов. Как лучше? Для профессии, науки и просто для себя. Когда в постперестроечном 92-м однокурсники с физмата МГУ ломали голову. Работать маляром или идти в НИИ, Наташа Берлова поступила в аспирантуру во Флориде. Тогда же впервые подписала научную работу «Берлов». Так ее фамилию потом будут произносить коллеги и студенты в Калифорнии, а потом в Кембридже, где прошла все ступени от лектора до профессора. Наталья признается, конечно, скучала по дому, родным людям, но всерьез задумалась о переезде, когда поняла, сейчас в родной стране перспектив для развития науки не меньше, чем за рубежом. И в русской научной диаспоре последнее время это подтверждают все чаще. Становится понятно, что страну сильной делает именно наука, потому что за наукой потом идет все остальное производство, и технологии, и промышленность, и престиж, стимул для получения знаний. То есть если национальной идеей России станет наука, то вот только в этом случае, наверное, можно будет добиться больших результатов. По статистике, с 1989 по 2004 год из нашей страны уехало около 25 тысяч ученых. Сегодня формула возвращения умов существует и работает. Новые проекты смешать с достойными грантами, добавить современные лаборатории и свободу творчества. К тому же понятие «утечка мозгов» заменяет их циркуляция. Где работа, там и дом. В его тетради и сейчас пометки на английском. Язык, на котором работал 17 лет, но так и не начал думать. Неоднократный номинант на Нобелевскую премию. В том числе и в этом году кристаллограф-теоретик с мировым именем Артем Аканов признается, где бы ни работал, в США, Великобритании, Китае или Швейцарии, называл себя российским ученым, для которого возвращение домой было вопросом времени, но никогда не ставилось под сомнение. Со временем я понял, что все страны на самом деле по большому счету одинаковые. Что в какой-то стране один аспект хорош, а другой аспект плох. А общая картинка в среднем получается примерно одинаковая. Но одна страна всегда будет для меня особенной. Это мой дом. Там моя мама, там мой брат. Там вот эта вот память эмоциональная, которая не стирается с годами. С годами появилось и острое желание поделиться своими знаниями дома. Лекции профессора Аганова, который доказал, что совершенно невозможные с точки зрения правил химии соединения существуют, не просто не пропускают, их впитывают. А сам он признается, ради этих ребят с горящими глазами и вернулся. Живем много лет за границей, в США. США ведь притягивают как пылесос все таланты со всего мира. Даже в США настолько талантливых ребят трудно найти. А здесь десятки. Вот мне попадаются просто вот удивительно талантливые ребята. Поэтому будущее, конечно, у нас есть. Будущее, которое пока окажется фантастикой, здесь стремительно движется к реальности. Тканевая инженерия сердца, вечная молодость. В этой лаборатории на физтехе такие слова звучат постоянно. А главный создатель этого места – бурлящие научные мысли. Константин Агладзе подтверждает, невозможного нет вовсе. Он, как всегда, без белого халата. Объясняет, в Германии в 19 веке профессора работали так филигранно, что отсутствие этого предмета гардероба стало символом мастерства. И в мастерстве ему точно не откажешь. 15 лет работал в ведущих научно-исследовательских центрах США и Японии. А после получил мегагрант в России, чтобы создать в МФТИ улучшенную версию своих же зарубежных лабораторий. Главное наше направление – это не искусственные сердца. Мы изучаем механизмы образования наиболее опасных сердечных аритмий. Это бич современного общества. От таких вещей, кстати, чаще всего даже погибают не пожилые люди, а люди вполне себе в расцвете сил, то есть где-то чуть более после 40. Утечка умов, повернутая вспять. Не волшебство, а реальность, которая требует сил и средств, но усилий стоит. По статистике, каждая третья разработка в сфере программирования приходится на выходцев из России. В одной только силиконовой долине русская община составляет не меньше 30 тысяч человек, которые уезжали за возможностями и для которых перспективы в родной стране могут стать стимулом. Купить счастливый обратный билет. Екатерина Березовская, Надежда Каширская, Вадим Денисов и Арсений Байбулов. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова